Здравствуйте дорогие друзья! Забавная ситуация получилась. iPhone 8 это единственный смартфон от компании Apple за последние годы, который я не смог обозреть. Ввиду того, что в 2017 году iPhone 8 устарел через 30 минут буквально на презентации Apple после того как вышел iPhone X. Вот его я и купил. Но для коллекции обзора восьмерки все таки не хватало и вот сейчас выходит iPhone SE 2, который предельно схож с тем продуктом который вышел 3 года назад. Вот о нем, ну не в смысле об iPhone 8, об iPhone SE 2 и поговорим в этом видео. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. iPhone SE второго поколения одна из самых долгожданных трубок за последние годы и после анонса комменты наполнились тонной негодований. Получилось все как с фильмами. Завышенный рейтинг ожидания по картине, которая к тому же несколько раз переносилась, ну разумеется не официально. Все это дело привело к низким рейтингам кинокритиков. А в нашем деле просто критиков, а точнее комментаторов. Давайте во всем разбираться. Вообще оригинальный iPhone SE один из самых популярных iPhone в компании. Напомню, что в 2013 году вышел iPhone 5s, а в 2016 году iPhone SE первого поколения. То есть спустя три года. И тут все повторяется. В 2017 году вышел iPhone 8 и iPhone X и спустя также три года выходит iPhone SE второго поколения. Казалось бы, все идентично, но почему мы не можем гарантировать 100% успех iPhone SE второго поколения и такие же рекордные продажи, как в iPhone SE или хотя бы iPhone XR, в котором многие сомневались, но кстати не я. Если вы посмотрите первый взгляд на iPhone XR, вы освежите свою память, если вы смотрели это видео или узнаете о том, что я действительно говорил о том, что iPhone XR будет очень популярным смартфоном. Ну по крайней мере по поводу iPhone SE 2 у меня есть три объективные причины, почему он может быть не настолько популярным. Первое и, пожалуй, самое главное. Старый дизайн лицевой панели. Диагональ дисплея выросла до 4,7 дюймов. Как и размеры корпуса они остались столь же компактными как в оригинальном SE. И суть в том, что с первым поколением iPhone все было в полном порядке и все были довольны благодаря тому, что компания Apple не предлагала никакого другого дизайна. То есть все смартфоны были с широкими рамками и с кнопкой домой. А в 2017 году вышел iPhone X, который предложил не только безрамочный дизайн лицевой панели, но и новое удобное свайповое управление устройством, которое выводило опыт использования девайсов компании Apple совершенно на новый уровень. Мне лично очень не хватает быстрого переключения между приложениями свайпом. Особенно когда что-то помечаешь и приходится часто переключаться. Ну и отсутствующие эмодзи в виде отдельной кнопки это, конечно, боль. Даже не так. Боль это отдельная клавиатура под эмодзи. Когда открываешь клавиатуру, так полезного пространства вообще остается мизер. А вот по открывающемуся пункту управления снизу я скучал, потому что это удобно. В безрамочных iPhone приходится или тянуться, или постоянно пользоваться костыльком, что тоже ну такое. Все-таки я считаю, что вариант управления смартфоном через кнопку уже морально устарел, хотя наверняка найдется большое количество людей, которым либо все равно кнопка, либо свайпы, либо которые наоборот предпочитают управление кнопкой. Давайте гипотетически представим, чтобы Apple могла реализовать в iPhone SE второго поколения. Безрамочный дисплей? Да, но это дорого. В том числе из-за того, что сам по себе дисплей подворачивается в смартфонах компании Apple. Что делать с безопасностью в таком случае? Face ID, обвязка этих датчиков тоже довольно дорогое удовольствие. Сделать подэкранный сканер? Да, это дешевле, потому что там обычно камера с низким разрешением, но под нее необходимо освободить пространство. А где его взять? У аккумулятора? Он и так небольшой. И это вторая проблема этого смартфона. И так, без его уменьшения. У девайса очень низкое время автономной работы. 4,5-5 часов работы экрана это максимум, которым мне удалось выжить до полной разрядки устройства. При этом я даже не играл в игры, в основном около 50%, а иногда даже и больше, это просмотр видео на YouTube через встроенные динамики. Согласитесь, не очень затратная такая задача. А если вы не пользуетесь смартфоном, и он просто у вас лежит и принимают уведомления через Wi-Fi, батарейка за сутки отжирается в среднем на 15-20%. И это немножко откидывает нас назад. В ту пору, в ту эпоху, когда Apple выпускала смартфоны с очень маленьким временем автономной работы. И это продолжалось до тех пор, пока не начали выходить модели с 5,5-дюймовым экраном. Это плюсы версии, а также iPhone XR и вся линейка iPhone 11. Вот там с аккумулятором уже все в полном порядке. Так что приобретая iPhone SE второго поколения, готовьтесь либо мало пользоваться им, либо постоянно висеть на пауэрбанках, либо покупать какие-то сторонние аксессуары вроде Smart Battery Case. А это опять же бабосики. Возвращаясь к дисплею, по качеству он такой же как в iPhone 11 и XR. Та же плотность пикселей, контрастность, яркость, цветовой охват. И также нет 3D Touch. Несмотря на то что в смартфоне стоит матрица идентичная матрица iPhone 8. Распознавания силы нажатия тут нет, только программная фича Haptic Touch. И то, например на заблокированном экране раскрыть уведомления не получится. При приближении смартфона к лицу конечно вы не увидите такой четкости шрифтов, как в премиальной линейке Pro. А приближать однозначно придется, потому что размер шрифтов здесь небольшой, да и увеличить их уже нет возможности в интерфейсе. Ну конечно возможность такая есть, но тогда уже у вас получится какой-то бабушка фон с очень маленьким количеством информации, которая помещается на экран. Ну и последний, третий недостаток, и с которым я столкнулся, и который может повлиять на качество вашей жизни. Отсутствие ультраширика и ночного режима в штатном приложении камера. С ультрашириком в целом все понятно. Apple использует старый корпус, сюда его интегрировать нельзя. Опять же это пространство, которое будет отжираться у чего-то внутри габаритов этого корпуса. Но что с ночным режимом? Почему его не добавили? Здесь же стоит самый топовый процессор, а ночной режим как раз таки работает за счет нейронных сетей, специального отдельного модуля в этом процессоре. Я еще могу понять, когда Apple не добавила ночной режим, допустим в прошлогодний iPhone XR, XS и XS Max, ведь там процессор прошлого поколения. Но что мешало сделать это здесь? Это опять же большой и открытый вопрос. Ну конечно можно воспользоваться сторонним софтом, но этот момент я освещу немножечко позже. И вот эти три недостатка во время тестирования SE второго поколения меня разочаровали больше всего. Даже два. Отсутствие ночного режима еще можно пережить. Вообще в этом смартфоне есть все, что должно быть в современном мобильном девайсе. У него отличные материалы корпуса влагозащищенного по стандарту IP67, алюминий и стекло, которое выглядит и ощущается классно. Размер и вправду компактный относительно флагманской линейки. Жаль что дисплей слишком маленький относительно размеров корпуса. А вот такими были iPhone 5, который по габаритам такой же как и SE и мой первый iPhone 3GS с 3.5 дюймовым экраном. Единственное визуальное отличие от iPhone 8, кроме слегка изменившейся палитры цветов, встал логотип, который переместился к середине. Все защитные аксессуары от iPhone 8 подходят для SE второго поколения, единственное не берите их с отверстием, потому что как вы понимаете оно будет находиться не в том месте, в котором должно быть. Сама компания Apple выпустила новую линейку аксессуаров именно для SE 2, а в целом об оригинальных аксессуаров компании Apple именно для iPhone я уже рассказывал в отдельном видео. Обязательно посмотрите, там есть большой опыт использования. 64 гигабайта в базе и это единственная правильная конфигурация которую стоит брать за предложенные деньги. Тут есть полноценный стереозвук, который до сих пор добавляют не во все Android флагманы. На iPhone SE 2 максимальная громкость немножечко ниже чем на iPhone 11 Pro Max, да и палитра звуков не такая богатая как во флагмане. Адекватный и быстрый дактилоскопический датчик для разблокировки смартфона. Если сопоставить видео, то скорость распознавания и анимации разблокировки немедленнее чем у iPhone 11 Pro Max. Напомню, что кнопка домой сенсорная, а не механическая, то есть она не продавливается, но благодаря тактильной отдаче она здорово напоминает таковую какая была в старых моделях iPhone. Быстрая зарядка, правда без 18 ваттного адаптера который необходимо докупать отдельно. А вот тут Apple могла бы и не жадничать. Время автономной работы iPhone SE 2 поколения оставляет желать лучшего и быстрая зарядка в комплекте вместо вот этой малоамперной не помешала бы. Но увы. Кстати от быстрой зарядки смартфон заряжается очень быстро. Ну просто потому что емкость аккумулятора не очень большая. Также есть беспроводная зарядка, а я ненавижу провода. Правда от Apple не дождешься AirPower и я впервые протестировал устройство 3 в 1 для одновременной зарядки iPhone, AirPods и Apple Watch Prestigio Revolt A1. Вкратце о выявленных достоинствах и недостатках. Из позитивного. Докстанция по большей части выполнена из алюминия с глянцевыми и матовыми пластиковыми и резиновыми вставками, чтобы не поцарапать устройство. Выглядит очень стильно. На нижней части есть противоскользящие накладки. Интегрировано две чико-катушки для беспроводной зарядки. Одна для смартфона на 10 Ватт. Можно заряжать как в вертикальной так и в альбомной ориентации. Вторая для AirPods 2 и AirPods Pro. О начале зарядки сигнализирует индикатор. Причем если у вас кейс не поддержит беспроводную зарядку, вы можете вставить свой лайтнинг кабель и спрятать его в специальный отсек где есть два USB-A. Также докстанция соответствует всем основным европейским директивам связанных с безопасностью, то есть продукт сертифицирован, на чем китайцы нередко экономят. Из того, что хотелось бы улучшить. В комплекте есть USB-C на USB-A кабель, но нет зарядного адаптера. Необходимо отдельно покупать качественное зарядное устройство с поддержкой Quick Charge 3.0 на 9 Вольт 2 Ампера. В аксессуар не встроена таблетки для зарядки Apple Watch, а поэтому нужно использовать свою. Но это касается если не всех, то многих аксессуаров подобного рода. Ну и последнее. Угол площадки для Apple Watch недостаточно большой чтобы циферблат при активной функции ночной режим перевернулся в альбомную ориентацию. В остальном все отлично, так что долой кучу проводов. Подробнее ознакомиться с престижу Revolt A1 можно по ссылке в описании. В iPhone SE второго поколения стоит топовый процессор как в актуальной флагманской линейке iPhone 11. Две вещи которые я сделал. Проверил скорость работы по сравнению с iPhone 11 Pro Max в запуске приложений и она одинаковая. Вообще в целом смартфон работает идентично, плавно и быстро как топовый iPhone. За две недели эксплуатации никаких аномальных подтормаживаний я не замечал. Как по мне тот же iPhone 11 Pro Max, только с маленьким дисплеем и управлением через кнопку. И проверил производительность в играх. Вы же не за циферками в синтетике пришли на наш канал. В играх почти все замечательно. Первое с чего я начал очень требовательная игра Shadowgun Legends. Тестировал на ультра настройках с принудительно включенными 60 кадрами. Щетчик FPS удалось прикрутить без использования провода при помощи утилиты GameBench. Запись фреймрейта в каждой игре я начинал после 15 минутного прогрева, как рекомендуют производители утилиты. В итоге я получил стабильные средние 59 кадров. Смартфон в районе процессора нагрелся довольно прилично. Никаких просадок, но максимальная яркость со временем снижается. Этот эффект наблюдается во всех производительных играх. Яркости все равно достаточно. Но вот запаса, например для игры в солнечную погоду на улице, уже нет. Следующая игра сетевая Call of Duty Mobile. К сожалению разработчики игры ни на одном смартфоне не позволяют получить доступ к 60 кадрам на максимальных настройках. Поэтому графика на высоких настройках, при заблокированных очень высоких. Из дополнительных опций не доступно только размытие. Опять же из-за ограничений разработчиков. На выходе стабильные средние 59 кадров. Главная проблема этой игры просто огромное количество кнопок, которые занимают процентов 30 полезного пространства, не меньше. Но это при условии, что вы их разносите, чтобы не было случайных нажатий. Последняя игрушка Grid Autosport. В настройках выбран приоритет графики и загружены HD текстуры. Максимальный отдаваемый фреймрейт в игре 36 кадров. Средняя частота кадров, которые реализует SE второго поколения 35. Тестировал на последней финальной прошивке iOS 13 4.1, доступной на момент записи видео. По итогам iPhone SE можно вполне назвать игровым устройством. Если вас только не будет смущать столь компактный дисплей, часть которого вы в довесок будете перекрывать пальцами. А снижающаяся яркость меня не смутила так сильно, как то насколько быстро этот смартфон разряжается в играх. Заряд просто тает на глазах. У вас будет максимум 2-2,5 часа игры до полного разряда смартфона. С беспроводными интерфейсами в этом девайсе все в полном порядке. Интегрирован новый модуль Wi-Fi 6, если есть гигабитный LTE, NFC, то есть Apple Pay нам доступен. Также добавили поддержку E-SIM. Вот этого действительно не хватало. Особенно ввиду того, что нет гонконгской версии с двумя SIM-картами. Единственное чего нет как в актуальной линейке iPhone 11 это модуль U1, который улучшает работу при передаче данных на такие же устройства с таким же чипом U1. Прежде чем перейти к разбору фото и видеочасти, давайте посмотрим какие отличия между iPhone 8 и SE 2 есть. Вибромоторчик Taptic Engine, основной динамик, даже модуль камеры взаимозаменяемый. Взаимозаменяемый потому что iFixit уже доставали камеру из iPhone SE второго поколения и интегрировали ее в iPhone 8 и она работала. Правда качество снимков не улучшилось. Следовательно из этого можно сделать вывод, что камера скорее всего физически по своим оптическим свойствам и матрицы такая же как в iPhone 8. Но в iPhone SE второго поколения стоит чип Apple A13 и результатами фотографии вы будете удивлены. Об этом я расскажу немножечко позже. Интересный момент. В дисплейном модуле iPhone SE второго поколения действительно нет слоя 3D Touch и управляющей микросхемы. Но матрицы взаимозаменяемые. Уже дисплейные модули переставляли с iPhone 8 на iPhone SE второго поколения и они работали. Единственное 3D Touch так и не завелся. Так что есть предположение, что 3D Touch выпилили не только по веяниям моды, чтобы в более бюджетном смартфоне не было такой функции, которой нет во флагмане, но и для удешевления производства, для того чтобы выпустить более дешевый смартфон и уложиться в эту самую цену в $400. США без учета налога штата. Аккумулятор в SE 2 такой же, всего 6,96 Вт в час, но он не взаимозаменяем из-за изменившегося коннектора. Он похож на тот что используется в iPhone 11, видимо для того чтобы передавать больше информации о состоянии аккумулятора или для того чтобы иметь одну производственную линию для всех актуальных смартфонов. Однозначно в первую очередь благодаря тому что Apple использует старые наработки удалось снизить итоговую цену на продукт. Плюс взаимозаменяемость может удешевить ремонт некоторых комплектующих, ну если у вас что-то случится со смартфоном. Да и скорость этого самого ремонта также может увеличиться. Парк запчастей от восьмерки просто огромен. По фотографиям. Мы определились что основной модуль такой же. Ну или очень схож с тем что стоит у восьмерки. Но все это дело приправлено искусственным интеллектом с машинным обучением как у флагманской линейки. Оптическая стабилизация присутствует. В SE 2 есть самый продвинутый по меркам iPhone Smart HDR и быстрая фокусировка при низком освещении. И сколько бы я не рассматривал фотографии, сделанные в идеальных условиях естественного освещения, никакой хоть сколько существенной разницы я не увидел ни по цветопередаче, ни по деталям и в тенях в том числе ни по количеству шума в тех же тенях. Такое ощущение что смотришь плюс-минус две одинаковые фотографии. Предупреждаю сразу и я не эксперт. Разве что эксперт. Не DxOMark и за результаты мне не заносит. Снимки сравнивались на 27 дюймовой 5к IPS матрицы моего iMac с увеличением до 3 раз. Единственное что замечаешь, угол захвата у SE 2 чуть меньше. И загадка на внимательность, сколько белорусых в масках на фоне эпидемии 10 мая вы видите. Сделал и сравнил несколько снимков дома при естественном, но уже далеко не идеальном освещении, при котором один с Pro Max не включает ночной режим и результат тот же. Фотографии предельно схожи, хотя уже на обоих снимках видно существенное увеличение количества шумов и падение деталей. Другого ожидать от крохотного сенсора не стоило. Это удел всего мобильного сегмента фотографии в целом. То есть в условиях отличного освещения, когда не задействуется ночной режим с длинной выдержкой на iPhone 11 Pro Max, фотографии будут просто идентичными. В ночной съемке чуда не произошло. Без ночного режима с длинной выдержкой iPhone SE 2 дает более шумные, менее четкие и с меньшим количеством деталей снимки. Причем чем темнее будет окружение, тем больше будет разрыв с флагманом. Я не могу найти ни одной причины по которой можно было бы обосновать отсутствие ночного режима в iPhone SE 2. Видимо ответ затесался где-то в отделе маркетинга Apple. И тут как бы можно было бы все это дело отдать в руки сторонних разработчиков. Но тут не все так просто. Под рукой было приложение Highlight, но там видеоискатель при максимальной выдержке 1.30 начинал дико тупить. И фото получались в большинстве случаев со смазом. А вот вы все это время смотрите сравнение оригинальных фото и изображений полученных в очень популярном приложении NeuralCam. Так вот в iPhone SE 2 оно работает отвратительно. С максимальными настройками выдержки и качества оно вылетает на стадии обработки. А в автомате фотки если и становится светлее, то совсем на чуть-чуть. И то периодически приложение выбивает. Конечно получше работает механизм устранения шумов и сглаживания, но опять же если фотка соберется. И что самое печальное я купил программу после того как вышел новый апдейт для iPhone SE второго поколения в котором якобы улучшили стабильность. Но как вы понимаете это не помогло. В комментариях напишите тот софт который вы можете рекомендовать для того чтобы добавить функцию ночного режима. Будет интересно почитать, установить, скачать и протестировать. По фронталке также все предельно идентично как и в основной камере днем. Но на официальном сайте Apple написано, что у 11 Pro Max 12 мегапиксельная фронталка, а у SE только 7 мегапикселей. Так и есть. Но при вертикальном фотографировании в iPhone 11 Pro Max идет кроп 12 мегапиксельного изображения и фотки делаются в 7 мегапикселей. Поэтому размер полотна уменьшен и идентичен таковому что предлагается в iPhone SE. А если разворачивать в альбомную ориентацию, то пространство в камеру прошки помещается больше. В SE 2 такого нет. При развороте пространство больше не захватывается. Вот и вся разница. Ну и конечно же добавили новые фичи вроде регулировки глубины и размытия заднего плана, а также 6 эффектов портретного освещения. Слава А13. В более плохих условиях при естественном освещении фронталки выдают опять же идентичные снимки. Но еще картина та же. Никаких преимуществ по фото фронталка iPhone 11 Pro Max не дает. Ждем ночной режим, в новом поколении iPhone. Потому что даже бюджетки на Android благодаря ночному режиму уделывают флагманы Apple по фронтальной камере. Сегодня у нас в обзоре камеры iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2 поколения. Сравниваем качество видеозаписи на фронтальную камеру. Самое печальное, что есть в iPhone SE это то, что запись ведется в Full HD 30 кадров в секунду. Именно поэтому на iPhone 11 Pro Max я тоже записываю Full HD, чтобы вы могли оценить качество работы сенсора и алгоритмов механизма HDR. Экстренное включение. Забыл пробежаться с фронтальной камерой. Вот теперь все. Сейчас можете сравнить качество записи видео на iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2 поколения в ночных условиях. Записываю Full HD 30 кадров в секунду. Также оценить качество записи звука. Есть небольшой ветерок, то что может задувать. В целом, в теории, качество изображения должно быть примерно идентично, а на практике сравните уже сами в своем личном, независимом тесте, без каких-либо моих выводов. С основным модулем камеры все значительно лучше. Есть возможность записывать 4К 60 кадров в секунду. И давайте проверим качество работы механизмов HDR и работу стабилизации. Также не забывайте проверять качество записи звука настроенных микрофонов. Вот так снимают iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2 поколения в ночных условиях. 4К 30 кадров в секунду. Можете оценить качество изображения, а также птическую стабилизацию. Рецепт iPhone SE 2 поколения предельно понятен. Взяли старый корпус, освежили железо и добавили новые фичи. И благодаря этому снизился ценник. А вот достаточно ли снижен ценник мы узнаем позже. Не из комментариев, а из статистики продаж этого девайса. Ну если таковая будет. И да, посмотрев на 400 долларов в США не забывайте о налоге, которая разнится в каждом штате. И его нужно плюсовать. В российском Apple Online Store ценник уже учитывает НДС. Тут вы уже должны понимать, что Apple в первую очередь продает не вот эту вот железку, а в первую очередь более дешевый вход, ну пусть и компромиссный, в свои сервисы, софт и экосистему. То есть к этому смартфону вы можете докупить AirPods, Apple Watch, компьютер Mac, и все это дело вместе будет работать. Да, 100% аналогичные по цене Android девайсы, по многим показателям будут лучше и менее компромиссными чем этот девайс, но там это отдельный аппарат, а здесь это вход во всю продукцию от компании Apple, которая вместе работает просто восхитительно. Да, если есть возможность лучше доплатить и купить XR, который до сих пор является актуальным смартфоном компании. Правда размер уже у него не маленький, что идет в разрез философии SE2. Мне кажется, что время iPhone SE второго поколения наступит немножечко позже, хотя казалось это куда еще позже, тогда когда ценник на него еще снизится и он будет самым дешевым не только по меркам смартфонов от компании Apple, которые в целом дорогие, но когда он будет сопоставим с девайсами по той же цене во всем рынке, особенно на огромном рынке Android девайсов. Получилась очень нишевая тема, которая наверное в первую очередь будет актуальна тем, у кого среди всей техники Apple iPhone не является основным устройством. Вот у меня основное устройство это мой компьютер Mac. Ну там дома iMac, на выезде MacBook. Вот. И вот тогда, если ты боишься покупать бэушную технику Apple, стоит обратить внимание на этот смартфон. Какие еще варианты? Я даже не знаю. Пишите об этом в комментариях, будет интересно почитать вашу точку зрения. На этом все, с вами была Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Что-то я уже заговорился. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok